А как мы строим? Денег нету, строить надо. Это энтузиазм и патриотизм. Только лишь так. Были времена ударной стройки. Мы работали круглосуточно. Была мечта. Люди верили. За 8 лет после разрешения Союза обеспечены первый пуск. Обновленный, будем говорить, Россия. Где еще можно среди гор найти вот такие объекты? Россия, цивилизация, для всего Дагестана. Ирганайская газ и все остальные гидростанции в Дагестане были задуманы, описаны, представлены в виде каскадов в бассейне реки Сулак и в бассейне реки Самур выдающимся энергетиком Лагидом Медович Муслимов. Он написал монографию «Гидроэнергетические ресурсы Дагестана», в которой описал абсолютно все реки Дагестана. Полтари тысячи с лишним водотоков. Тогдашний министр энергетики Непорожний Петр Степанович приехал в Дагестан вместе с Вагидом Медовичем и со специалистами Ленгидропроекта. Они обследовали предполагаемые створы будущей Ирганайской ГЭС. И когда Непорожний ознакомился с этими предложениями, он указал прямо вот так вот рукой и сказал, вот здесь будет стоять миллионная станция. Миллион не получился. По проекту 800 мегаватт, это вторая по мощности, станция с Гемринским автодорожным туннелем, который сегодня можно назвать позвоночником социально-экономического развития Нагорного Дагестана. Я думаю, здесь будет лучше, чем в Европе. Даже в самых темных местах, где мы думаем, что ничего нет, там очень много образованных людей. Здесь ничего абсолютно не было. Мы начинали с нуля. Когда приехали наши съемщики, геологи, я с ними работала 4 месяца на съемку, где будет туннель. На Ишаках возили мы туда оборудование наверх. Сложные условия геологические. Здесь черноватость заканчивали уже в 88-м году. Очень трудно было все пройти. Но прошли. Раньше, когда транспорта не было, на Ишаках грузили корзины, специальные самодельные корзины, возили через Коранай, Буйнякский, и там продавали. Приходилось где-то 150-200 километров ехать круглую. А сейчас за полчаса можем добраться. Гемрия – это уникальное место подножия в южной стороне Гемринского хребта на берегу Авар-Кайсу. Вокруг огромные скалы, как кратер большого вулкана. Такой микроклимат позволяет вырастить. Удивительные фрукты. Гемринский виноград везде, всюду ценились. Даже вот рынок поедет в Махачкало, любой человек вас скажет, откуда виноград гемринский, даже если не гемринский. Видите, вот абрикосовое дерево. Это ранние сорта абрикосов, Мелитопольские ранние, называется. Они созреваются в конце мая. Ну как же, это жидкий мрак, и нет абрикосового дерева. Так не бывает. Косточка сажают, через год, значит, на нее прививают необходимые нам сорта. 10-12 летнее абрикосовое дерево. Из этого дерева можно килограмм 70-80, вот так собирать. Есть крупные деревья, даже 300-400-500 килограмм, которые дают. Тысячи квадратных метров можно собрать полтора-две тонны абрикосов. Японская хурма, инжир, граната. Фрукты выращенные на террасах, они бывают особого укуса. Наши дяди, прадеди все это начали строить. Это очень трудовольная работа, когда всю работу делают вручную. Ну, люди привыкли. Люди у нас очень трудолюбивый народ. Другого выхода у нас не было. На маленьком участке земли получат большие доходы. Горцы есть горцы. Горцы – это люди очень гостеприимные. Понимаешь? Здесь такая поговорка. Три дня, пока не пройдешь, говорят, гостя не спрашивают, зачем ты пришел. Гидростроители – они кочевники, как цыгане. Вот я еду, значит, со мной едет вся моя команда. Гимрах жили, Унцукуле жили, Ильганая жили, нанимали жилье. Не столько сначала даже нанимали, сколько они домой сами приглашали. Каждый человек знает свет – это тепло и уют. Когда началось строительство ГЭС, было, значит, трудоустроен народ, нашли хорошие заработки. Я сам тоже выходец из энергостроителей, поработал более 20 лет в системе Черкегии строй. Я вижу лично, как руководитель, есть желание, есть настрой, есть энергия. Ребят в республике уделяют большое внимание развитию садоводства, дают по той программе финансы. Мы хотим восстановить упущенные, запустить в консервный завод в районе, значит, фабрика художественная. Наши поехали в 22-м году по Ленчу Ленину, подарили ему настольный прибор, и когда он увидел этот настольный прибор, как они показали, он сказал, такое искусство не должно угаснуть. Аналогу этой инкурсации по дереву во всю мире нету, значит, предки забывали твое рога. Потом пришли плавно на серебро, пока серебро подорожало, перешли на мельхио. Это смесь серебра, олова и меди. Мы забываем насечками дагестанский герб, российский герб, птицы, животные, аяты из Корана. Сестра моя, Сташа, работала на этой фабрике и домой приносила домашнюю работу, насечку по дереву. Это было в 8 классе. Я начал забивать материал в дерево. Первая моя профессия была ставить на тросты рукоятку. 12 операций и все ручное. Вот какая резьба. Она должна совпасть, вот как здесь. Трости, карандашницы, подсвечники, большие вазы, фруктовницы. Трости, карандашницы, подсвечники, 45 лет отдал гидроэнергетики. Как в 68-м году пришел, учеником слесарь, по сей день работаю. Мы сегодня уже строили взрослыми, немного умнее, уже без волос. Тогда только я начинаю сейчас вспоминать, а как мы строили. На уровне Совета Министров СССР было принято решение в 88-м году за 16 миллионов долларов приобрели горнопроходчик комбайн «Робец». Готовили его в городе Сетлы, США. Здесь жили американцы, хорошую проходку дали, они учили наших ребят. Мы учили их танцевать, пить. Они учили нас работать. Ребята действительно с гор спустились, сели на этот комбайн, начали проходку. Эльганайская строилась, это было государство в государстве. Большая махина, 4 поселка. В поселках все детские сады, все школы, два совхоза. Домостроительный комбинат строил в поселке Шамиль-Калад дома. Это мой двор, мой присадебный участок. Между прочим, Киеви растет. Привезли ее из Франции, в прошлом году посадили, она вот разрослась. Будет Киеви. Если не будет создан бит и жилочные условия, какой может быть речь о отдаче на работе. Исходя из этого, построили поселок. Были времена, вот, ударные стройки. Мы работали круглосуточно. За ночную смену возводили одну блок-секцию. Что это такое? Это 4 квартиры на одном этаже. Поставили 27 домов. Порядка 1600 квартир. Непосредственно для рабочего человека. И посмотри на этот круг. Пусть персика, динни, вместе взятые. Вот она. Вот сейчас ты достанешь. Старый, старый, да, да. Вот она. Где еще можно среди гор вот такие тесни, найти вот такие объекты, такие дома, крупнопанельные дома. Но, скорее всего, конечно, ветром мы здесь не увидим. Аэропортов тоже. Хотя площадка для посадки, вертолеты у нас есть. Даже две. Если будет пара учебных заведений, Шамиркала совершенно преобразуется. Она будет действительно являться базовым городом уже для всего Нагорного Дагестана. Вот тут началась перестройка государственная. Куда бы я ни пошел, вставал вопрос. Вот азербайджанцы отделились, армяне отделились, вы тоже отделитесь. Деньги не дадим, кредиты не дадим. Но самое, что интересно, люди верили. В Москве давали нам деньги, мы их живыми привозили на самолете сюда. Потому что до нашего прихода налоговики уже наши эти сейфы печатали, ждали этих денег. Они хотели их забрать в бюджет, а мы бюджет не могли дать. У нас надо было людей кормить. Я ее вообще называю станцией мук и страданий. Народ просто толпом и шли, нам не нужна стройка. Мы же, как жили, будем питаться от своих деревьев. Страны так такового нету. Денег нету. Строить надо. Это энтузиазм и патриотизм. Только лишь так. За восемь лет после разрешения Союза первый пуск обновленный, будем говорить, Россия. Сегодня, когда слышу, где-то говорят лица кавказской национальности, мне даже обидно обидно. Шла к Чечне война, а мы пускали агрегат. В 98-м году на пуск агрегата приехал Чубай. И никто не был уверен, что мы ее пустили. Мы ее пустили, и вот по сей день работали. И ни один день не остановили. Кальковский турбинный завод разработал кольцевые затворы, которые могут моментально ее перекрывать и моментально открывать и подавать воду. Это практически у нас в России таких кольцевых затворов нет. Кальковский ГИС является одной из крупнейших станций деривационного типа. Это 5200 метров деривационного туннеля. Грунтовая плотина с асфальтным бетонным диафрором высотой 101 метр. Ширина по гребню 13 метров, длина 330 метров, основание ширина 540 метров. Оно отсыпано из гравийно-галичниковой смеси. Основной показатель безопасности грунтовой плотины уровень кривой депрессии в низовой призме плотины. Это мы определяем по эпиземетрическим уровням. По отношению к площадке за низовым откосом кривая депрессии где-то ниже на 4,5 метра. Когда 7 метров эта кривая может подняться, даже тогда это можно будет эксплуатировать, данное сооружение. С таким запасом, понимаете? Большую роль играл здесь русский человек, специалист в России. Они как бы были учителями. Так или иначе, оно будет функционировать или с двумя агрегатами в пиковом режиме, или с четырьмя агрегатами, которые мы достроим наверняка. Не дорабатывать и консервировать это тоже большие деньги, потому что надо строить дополнительный водоотвод на случай, если будут большие паводки. В финансовом отношении это практически соизмеримые цифры. Все почему-то считают, что рычагом воздействия при решении каких-то политических вопросов посчитают очень удобным местом именно вот перед нашей станцией. Вот этот мост, единственный мост, который пересекает реку Аварскую костью. Если мы находились бы на стороне от населенного пункта, от дороги, конечно, мы спокойно эксплуатировали эту станцию. После того, как объявляется КТО, там могут быть какие-то разрушения. Здесь я как осмотритель. Место называется гибель первого имама Дагестана и Чечни Газимагомеда. Вот это Газимагомед, отец Магомед был. Это мой пятый отец. Со всех концов приезжает. Даже за границей очень много людей приезжает. Недалеко отсюда он находится где-то 3 километра селения Гимри. Наверное, вы слышали Гимри. Сейчас, кто их не слышит, этот Гимри, все знают. Но это Газимагомед нас ставил на ноги. Поселок построен. Нам квартиру дали. Нам, значит, видели участок. В Дагестане такое положение, вы сами знаете, просто нам сейчас не дают работать. Реки текут, бессмысленные. Надо поднимать строительство, надо поднимать каналы, очистить сооружения. Где-то строительство. Главное, особенно главное, чтобы по ГОСТу, чтобы была стройка по ГОСТу, по нормативам, не так, как попало. Сады будут всегда, потому что молодежи во последнее время в массовом порядке начали даже остаток земельных, склонов осваивать и выращивать абрикосы. У меня есть дети, я их научил на сычке по дереву. Если дальнейшем они даже не будут заниматься, но они будут знать. Очень хочу, чтобы наши традиции не канули в лето, чтобы наше ремесло не угасло. Я призываю своих друзей, знакомых всегда построить здесь хорошие дома, частные дома. Я им говорю, если мы не будем строить, не будем развивать эти селения, другая сюда не придет. Уважаемые, религия, вот, например, ислам и христианские, и иудия, это одно целое, понимаете? Одним Бога называют, другим Аллах. Это все мы служим одного, понимаете? Дело не в этом, дело в том, что мы россияне, поэтому надо общаться, поэтому надо мирно и красиво жить, понимаете? Где это возможно? Это, конечно, возможно! Еще как возможно! Энтузиазм угасает, патриотизм исчезает, у людей озлобленности больше, чем те годы. Тогда мы в 90-х годах какой-то ностальгией жили, а теперь каждый человек понимает, что ему надо выкарапываться самому, возврата старому не будет, потому что надо работать, надо думать, а порой мы думать не хотим молодежи особенно и работать не хочет молодежи. Он хочет сразу и все. У меня сейчас главному инженеру 73 года, понимаете? Замени нет. Единственное, что мы надежду вообще терять не должны. Вот в чем надежда заключается. Надежда, что все в стране вот так вот плохо, кризис наступает оттуда, оттуда, со всех сторон. Если жить этим и сидеть на месте, надежды никакой нет. Но эти мы здесь жить не должны. Мы должны мечтать, мыслить и эти мысли направить для того, чтобы эти мечты осуществлялись. Вот здесь реки и голые горы, нефти нет. Для того, чтобы будущее наше поколение жили, надо освоить Ангийское кольцо. Сколько может республика от дотации от Российской Федерации на этом сидеть? Вот очень страшная вещь в гидростроительстве, когда одну станцию завершаешь и ждешь, пока другая начнется. В это время эти люди, они рассасываются. Строить гидростанцию это 5-7 лет. И вот если мы говорим завтра нужна электронерия или там за 3 года нужна, мы ее так быстро дать не можем. Надо людей работать, связать. Самое страшное, когда люди бездельничают. Самое страшное, когда молодые люди, они не в армию не уходят. Они окончили школу, энергия есть. И вот здесь надо сегодня Дагестану, всем миром сделать так, чтобы люди работой были заняты. Не ходили в лес, а занимались работой. Вот это самое главное значение сегодня у всего дагестанского народа. Я думаю, что это задача и Российской Федерации. Дагестанского народа. Спасибо за субтитры создавал DimaTorzok. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова